Работа и энергия. Это довольно легкая, но очень интересная тема. Но очень часто люди путаются в ней, и поэтому постараемся разобрать ее, хоть коротко, но друг за другом. Смотрите, здесь всего 4 формулы у вас. Самое главное, это вот эта самая первая формула, о которой мы сейчас поговорим. А – это работа. Работа измеряется в джоулях. F – сила, измеряется в ньютонах, как вы помните. Я в квадратные скобки буду брать единицы измерения. И S – это путь, измеряется в метрах. Да? То есть, чем работа отличается от силы? Работа – это сила, которую вы используете для того, чтобы прилагать эту силу на протяжении какого-то пути. То есть, короче, вы толкаете коробку, и коробка сдвигается и двигается. Если вы протолкнете коробку на 1 мм, вы практически не устанете. А если вы протолкнете коробку на 1 км, вы очень сильно устанете. И вот работа… Хотя вы использовали одну и ту же силу, вы с одной и той же силой все время толкали эту коробку. Просто на расстояние 1 мм или на расстояние 1 км. Да? И работа получается – это сила, умноженная на расстояние. То есть, работа – это, короче, то, как сильно вы устанете, передвигая коробку. А сила – это просто, ну, как бы, моментальная такая штука для того, чтобы изменить ток, ваша коробка двигается. Да? Сразу же можно нарисовать график силы от пути. И он у вас может изменяться как одно. Можно вот так. Смотрите, сила и путь. Работа, например, за 10 метров, когда вы прошли, здесь сила 5 ньютонов, будет равна площади под этим графиком. Вот это работа. Вот она, площадь под графиком – это работа. И не важно, какой формы ваш график. Ваш график может быть вот такой формы. Да? Работа за определенное время будет площадью под этим странным графиком. Да? Ну, такая вот идея с работой. Короче, работа – это сила, умноженная на путь. Самое главное, что вам нужно понять, да? Энергия, которую вы потратили, как вы устали. Ну, вот в таком смысле работа. Субтитры создавал DimaTorzok